Огромный привет всем тем, кто меня смотрит! Сегодня я решила поделиться своими впечатлениями об отдыхе на Мальдивах, а также рассказать о том, кому такой отдых может подойти, а кому он может не совсем что ли подойти, а также что необходимо с собой туда взять, о чем не забывать во время своего отдыха на Мальдивских островах. Если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной. Для начала хочу сказать, что Мальдивские острова это просто огромное количество маленьких островочков, которые по своему размеру просто крошечные, их в принципе многие из них можно обойти там за час или даже меньше, поэтому выбирать на какой остров вы поедете и какой конкретно отель это будет, необходимо тщательно, вы должны понимать, что вы хотите, более уютный такой вот островочек, где совсем будет мало людей, или чуть побольше, где будет более так вот интересно и больше каких-то вот развлечений, но опять же таки хочу сказать, что Мальдивские острова скорее всего не понравятся тем, кто любит шумные тусовки, дискотеки, там какие-то вот ночные, не знаю, гулянки, потому что, во-первых, на островах этих очень рано темнеет, где-то уже в 6 вечера, а также там в принципе больше отдых, релакс, такое расслабление, уединение для таких вот людей, которые любят спокойствие, которые любят полежать на пляже, чтобы вокруг никто там не бродил, не ходил, не шумел, почувствовать себя на самом деле, как на краю света, что вы там одни во всем этом мире, вокруг вас только Индийский океан. Поэтому я такой отдых рекомендую больше любителям спокойного отдыха, а также парам, молодоженам, возможно, или просто семейным влюбленным парам, которые хотят классно провести свой отпуск, при этом вот не встретить толпу людей, которые будут вам этот отпуск, скажем так, немножечко портить. Когда же все-таки ехать на Мальдивы? В принципе, там круглый год, неважно какой это месяц, температура воздуха 28-30 градусов, и температура океана тоже где-то в этих пределах. Единственное, говорят, что там в мае сезон дождей, хотя я поехала туда как раз, это был уже конец, по-моему, мая, и могу сказать, что сезон дождей, это так громко сказано, то есть дождик начался, он покапал там, не знаю, 5-10 минут, при том, что температура воздуха практически не поменялась. Если вы, например, в этот момент были на пляже и купались, то вы точно не замерзнете, а даже наоборот вам полегчает, и будет немножечко более легче дышать. Но даже я могу сказать, что эти дожди, они вносят какую-то такую свою лепту, но они не такие частые. Вот когда я отдыхала, они были там по ночам, и я их даже не замечала, а в обед практически никогда их не было. То есть можно спокойно ехать в любой месяц. Также могу сказать, что для тех, кто всё-таки решил туда поехать, с детьми там может быть немножечко скучно, ну точнее детям там может быть немножечко скучно. Не знаю, как на других островах, я отдыхала на острове Sun Island, и развлечений для детей там было маловато. Была детская комната, но по сравнению, например, с каким-то отдыхом в Турции или ещё где-то, когда там куча-куча всяких развлечений для детей предоставляется, то тут с этим немножечко скудненько. Поэтому больше всё-таки я считаю, что это отдых для взрослых. Хотя очень классно учить детей, например, плавать, потому что вода долгое время начинает берега, вот мелкая, вернее как, ну глубина океана мелкая, долгое-долгое время. То есть мало того, что вода прозрачная, тёплая, что для детей очень классно, песочек, и там можно учиться плавать. Что касается океана, безусловно, если заходить поглубже, то там начинаются кораллы. Поэтому давайте расскажу, что я рекомендую брать с собой на Мальдивы. Во-первых, это такие резиновые тапочки против кораллов, что ли. Они продаются в спортивных магазинах, или вы можете просто какие-то вот купить такие вот тапочки, в которых можно ходить в воде. Также я очень-очень рекомендую взять с собой маску, трубку для того, чтобы нырять. Ласты, я не знаю, влезут ли вам в чемодан, мне они не влезли, но маску и трубку я брала обязательно, потому что это одно из самых таких классных развлечений на Мальдивах, нырять, смотреть под водой за рыбками. Рыбки там просто обалденные, и это можно часами там находиться в воде, вы не замерзаете, вода тёплая, нырнули и просто наслаждаетесь этой красотой. Безусловно, я рекомендую запастись большим количеством против загара средств различных, спреев и крема с высокой степенью защиты, потому что солнце там, конечно, такое вот серьёзное, если вы в первые дни особенно будете загорать, то есть большая вероятность сгореть. Я, если честно, все дни, что я там была, загорала исключительно в тени, то есть я не выходила на палящее солнце, и там долго не находилась. Поэтому я рекомендую, если вы хотите быть на солнце, желательно носить футболки с таким вот небольшим хотя бы рукавом, или хотя бы как минимум защиту для кожи наносить. И также брать с собой головные уборы, ну и всё то, что в целом вы всегда берёте на море, для того, чтобы не было никакого солнечного удара или ожога. Также хочу предупредить тех, кто боится, например, летучих мышей, на Мальдивах нет летучих мышей, там есть звери пострашнее, или это не звери, я не знаю, там есть летучие собаки. Это похожие на летучих мышей такие вот существа, но только у них морды, как у собак, и по размерам они намного больше летучих мышей и страшнее. Они безобидные, они к вам не будут приставать, но их там много, и они очень часто летают, поэтому не бойтесь и не пугайтесь, если вы вдруг увидите парящую над головой летучую собаку. Кроме этого, я рекомендую взять с собой на Мальдивы спрет комаров, причём хороший, потому что я взяла какой-то никудышник, который мне абсолютно не помог, и меня закусали комары, но как-то вот они вот в первые дни покусали, а дальше потом где-то их потравили. Их там просто постоянно травят, ездят машины специальные с таким дымом, не знаю, как он называется, выпускают этот дым, и они дохнут, но всё равно возьмите с собой дополнительно какой-то спрей или крем, там не знаю, от комаров. Также меня часто спрашивают, как там купить билеты на Мальдивы, как их заказать самостоятельно или через какие-то агентства. Я заказывала через агентство, но когда прилетели мы на острова, я узнала у некоторых, кто там тоже заселялся, что они самостоятельно напрямую связались с вот этим вот островом-гостиницей Sun Island, в котором я была, и заказали напрямую через них. Иногда вот такая вот прямая, скажем так, поставка билетов дешевле обходится, иногда даже дороже, поэтому нужно промониторить цены, узнать цены в отдельных гостиницах, связаться с этими островами, и также потом узнать через операторов. Можно вот какую-то сумму денег даже на этом сэкономить. Что касается питания, то тут вы уже можете заказывать, оно может быть двухразовое, трехразовое, все включено или нет. Это все зависит от того набора услуг, которые вы включили в свою путевку. Что же я еще могу порекомендовать в плане развлечений на Мальдивах? Они бесплатные, поэтому каждый просто обязан это все сделать там. Во-первых, это походить, посмотреть на кормление акул и скатов. Я думаю, на каждом острове это такую процедуру делают. Это очень смешно, забавно, интересно, захватывающе, даже немножечко пугающе, если акулы приплывают большие. Но это просто такое вот шоу, которое вы тут у нас вот где-то в обычных городах не увидите, поэтому обязательно сходите, посмотрите. Там их кормят каждый вечер, и это все такое вот необычное зрелище. Безусловно, можно и за деньги какие-то развлечения для себя взять. Это дайвинг, например, или какие-то спа-процедуры, массажи, тренажерные залы. Но это уже на ваше усмотрение, хотите вы или нет. Также могу сказать, что, конечно, перелет на Мальдивы достаточно утомительный. Приходится тремя самолетами, плюс катером добираться к своему острову. И это по времени очень много, почти там сутки занимает. Но, опять же таки, вы приезжаете туда и понимаете, что не зря вы проделали такой огромный путь, потому что действительно на Мальдивах чувствуешь себя вот как на краю света, как будто бы ты просто где-то вот на другой планете. Конечно, я рекомендую Мальдивские острова. Это просто незабываемое место, которое хочется посещать снова и снова. Если у вас срезали сомнения, лететь туда или нет, то можете почитать отдельно мой отзыв. Я оставлю ссылку внизу, там я рассказывала более подробно о всех нюансах и вот таких вот моментах, которые происходили со мной и не только в этом отеле, на этом острове. Также я рассказывала о том, как я поехала на другой остров в столицу Малэ, как я увидела, как там живут люди в деревнях. И, может быть, вам интересно более подробно узнать про жизнь жителей. Я тогда сниму, может быть, отдельный видеоролик на эту тему. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Если он вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч в новых выпусках. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok